Организаторы акции Министерства культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России Культура.РФ. Ее основная задача – это поддержка и популяризация российского кинематографа. В этом году фильмы выбирались путем зрительского онлайн-голосования. Был предложен список из 26 фильмов российских кинорежиссеров, среди которых были «Движения вверх», «Лед», «Я худею», «Собибор» и другие отечественные киноленты. Победителями стали «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и последний богатырь Дмитрия Дьяченко. Начался показ с фильма-сказки «Последний богатырь», в котором главный герой Иван попадает в сказочное Белогорье. Там и начинаются его приключения. Маленькие десногорцы были просто в восторге. Фильм крутой, там прикольно, когда из уха такая «Гани родила», из уха такая всех сносит, офигенно. Еще было интересно, как ночью, и там когда у них ночь была, тоже было прикольно. Взрослому населению нашего города тоже было, что посмотреть. Фильм «Рубеж» Дмитрия Тюрина «Фантастическая история», основанная на трагически известных событиях Невского пятачка. В этом фильме Вторая мировая война переплетается с современностью. Именно так герой перемещается во времени. Примечательно, что в этом фильме снимался Сергей Чертков, которого десногорцы знают и помнят как местного жителя. Картина «Танки», российский приключенческий фильм режиссера Кимодружинина. Действие фильма разворачивается в 1940 году. Фильм рассказывает своеобразную, не имеющую ничего общего с реально происходящими событиями, приключенческую историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина в Москву с целью утвердить производство новых танков, которые впоследствии помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне. Десногорцы по достоинству оценили и сами фильмы, и возможность посмотреть их под открытым небом. Это очень классно, потому что, ну, хоть какая-то развлекаловка в городе, ну, то есть какие-то развлечения. И это очень классно, что это все бесплатно, то есть все могут приходить, все могут смотреть, и всем удобно, всем комфортно. Мне очень нравится. Я хочу, чтобы такое каждый выходной было. Вот просто. Очень классно. Идея очень замечательная. Хочу сказать, что побольше бы такого бы материала, побольше бы таких фильмов происходил в нашем городе, Десногорске, было бы очень здорово. И побольше мультфильмов, потому что у нас есть у всех дети, соответственно. И поскольку сейчас был сеанс вечерний, хотелось бы, чтобы наши дети тоже это все увидели. Надо отметить, что это уже не первый раз, когда руководство города балует жителей возможностью посмотреть кино бесплатно и под открытым небом. В этот раз в акции приняли участие более ста десногорцев. Показ фильмов закончился далеко за полночь. Продолжение следует...